У вас никак не получается приготовить в духовке вкусную, красивую, ароматную курочку с хрустящей корочкой? Прямо сейчас наша любимица Аллочка Ковальчук, которая знает множество народных советов и эксклюзивных секретов, проведет работу над ошибками. И мы с вами, наконец-то, научимся запекать вкуснейшую курицу в духовке. Встречайте! Аллася, ты права, как всегда. Так, почему это так важно именно с курицей? Потому что курица, согласитесь, наиболее доступное мясо. Причем выгоднее покупать вот так, целой тушкой, как у нас сегодня. И в районе 40 гривен килограмм уже можно купить курочку. Но начинаешь готовить, проблемы. Пропекаются неравномерно. Обычно грудка бывает суховатая, а вот крылышки, например, могут пригореть. Поэтому, поразмыслив над всеми письмами, которые вы присылаете по этому поводу, я к Аллочке обратилась. Казалось бы, приготовить курицу проще простого. Ну что, взял, чем-нибудь смазал и в духовочку. Да. А нет. Вот действительно, есть три проблемы. Сухое невкусное мясо, нехрустящая и неаппетитная корочка. И что самое страшное, просто-напросто внутри курица сырая. Это да. Не то, что суховица прозрачная, а просто кровь. Для того, чтобы приготовить вкусную, сочную курочку, я знаю три секрета. Подготовила две абсолютно одинаковые курицы, но может где-то в 100 граммов там разница. Я сегодня предлагаю приготовить курицу по старинке. Как ты думаешь, кому? Между прочим, этот мастер-класс для меня будет просто находка, потому что я уже очень давно не запекала курицу в духовке. А все почему? Потому что мне не очень хорошо раньше получалось. И я еще хочу сказать, что вот для приготовления курицы по моему рецепту вы потратите на 5 минут больше, но это будет того стоить. Все будет очень просто и используем мы специи, те, которые у нас есть дома. Так, Наденька, значит смотри, чтобы было вообще все честно, вот эта курочка граммов на 150 больше. Я тебе ее даю. Это по-честному? По-честному. А такая более чуть-чуть неупитанная, это будет моя. Да, да. Значит смотри, Наденька, сейчас вот тебе соль, перец, вот тебе специи перед тобой. Пожалуйста, ты начинаешь мариновать курицу. Я через полтора часа приду к тебе в гости. Ну что, соль, перец потанцуем. Посолила, поперчила, все это растерла. Так, хорошенечко, быстро. Вы знаете, я, честно говоря, солю и перчу много, потому что вот эта курочка, она когда не соленая, то в курице вообще уже никакого вкуса нет. Хорошо, значит соль, перец. Ты считаешь, что все правильно, все хорошо сделала, да? Наденька. И сейчас я называю первую ошибку. Поверхность курочки мокрая. Курочку нужно обязательно перед тем, как натирать специями, обсушить бумажным полотенцем. То есть убрать лишнюю влагу. Из-за этой влаги у нас не будет образовываться зажаристая вкусная корочка. Ты знаешь, я скажу, почему я не промакивала, а так, думаю, ну, чем она более влажная до того, как я ее в духовку отправлю, тем более сочная она потом будет. Вот мы хорошенечко ее протираем. Теперь я приготовлю маринад. В маринад у нас будет входить растительное масло, сок лимона, розмаринчик, темянчик, базилик. Если у вас нет свежего, можно взять уже сушеное. И перец. Поэтому я сейчас возьму чашу нашего измельчителя. Сюда наливаю где-то 3 ложки столовые растительного масла. Теперь я сюда базилика, темянчик. А для того, чтобы смешать все ингредиенты нашего соуса, мы воспользуемся насадкой фуд-процессор. И измельчит крупные частицы и все тщательно перемешает. Гарантия, острые на жизнь ржавеющие стали. Плюс ручка переключения скоростей, которая поможет регулировать скорость и очень быстро справиться с процессом, без усилий с нашей стороны. Выдавливаем сок одного лимона. Если у вас нет лимона, можно использовать апельсин. То есть цитрусовые для курицы очень хорошо подходят. Так, чуть-чуть перца и чуть-чуть соли. Все, теперь закрываем. Ставим. Включаем. Какой цвет интересный получается. Да, базилик, розмаринчик. Так, все. Видите, как быстро все готово у нас. Теперь, Наденька, ошибка номер два. Недостаточно просто протереть курицу и наносить маринад. В этом случае, даже если вы протрете, влаги не будет, но грудка у вас может получиться сухой. Поэтому, чтобы избежать этой неприятности, секрет номер два. Я возьму обыкновенную ложечку. Это уже делали мы много раз. Сейчас ложечкой нужно подорвать чуть-чуть кожицу на грудке. Да, мы такое проделывали, но как это часто бывает дома? Да, что-то там рассказывали. А я сделаю, как раньше, ничего страшного. Ели и будет есть. Но нужно просто приучиться и так делать. Вот, смотрите, видите, я не до конца в области грудки ложечкой подорвала кожицу. На киле не надо подрывать. Теперь я беру зубочистку, вот так вот сломаю пополам, чтобы было удобно, поддеваю шкуру и хорошенечко, хорошенечко колю грудку. А, а вот так, Алуся, мы не делали. Вот, я колю грудку, не бойтесь, частенько колем. Вот, в эти отверстия у нас попадет наш маринад. И уже грудка будет сочнее. Грудка будет сочнее, а кожица осталась целой и поджарится. Да, Наденька, я дома, бывает, беру большой шприц, туда набираю, просто вот так раз и туда шприцом, без иголки прямо, просто вот шприц. Еще вместо маринада тоже очень сочно получается. Если взять сливочное масло, туда немножко специй и сливочное масло сюда вот заталкиваешь. Под кожу, да? Под кожу, да, и будет очень густо. Значит, все, я это сделала. Так, возьму мисочку, вылью весь этот наш маринад сюда. И маринадом, не бойтесь, вот прямо так вот рукой вы сюда вот положили и внутри хорошенечко. Так, Наденька, мы уже с тобой знаем, что если вот не вовремя посолить, то соль вытягивает влагу с мяса. И в дальнейшем курочка у нас будет не сочной. Так, все, вот я сюда отправила наш маринад. Курица готова. Теперь возьмем две одинаковые формы. То есть у нас сегодня эксперимент, у нас все будет одинаково. Я беру две вот такие формы, Наденька. Ты можешь смело выкладывать курицу. Хорошо. Я ее положу грудкой вверх, и нечего растопыриваться, поэтому я ножки вот так вот заплету. Все. Наденька, вот ты завязала курицу вот прямо узлом ножки. Да. А я тебе скажу, что это не совсем правильно. Пусть она свободно себя чувствует, потому что вот в этих местах никогда не будет корочка зажаристой. Она будет там белая и неприятная, поэтому развязывай все обратно. Все, вот пусть она так и лежит свободненько. Я сейчас должна тоже взять курицу и выложить в этот противень. А нет. Сейчас я вам расскажу о третьей ошибке, которую допускают очень часто. Из-за этой ошибки у нас мясо получается сырым внутри. Я придумала, что мы должны сделать в этом противне двойное дно. Просто-напросто я засыпаю крупную соль. Поэтому сейчас я беру соль. И в нее положишь курицу? Да. Почему я курицу солила чуть-чуть? Много солить не надо. И не бойтесь, что за этой соли курица у нас будет соленая. Нет. Конечно, все думают, что будет соленая. И какой слой должен быть? Где-то в общей сложности должна пачка соли пойти. Так а зачем? Соль в данном случае у нас повысит температуру в духовке. Отчего сверху вроде бы уже зажарена, а внутри сырая курица. Потому что она у нас просто засыхает. Температуры не хватает. А соль увеличит температуру, и курица быстрее приготовится. И сок останется. Поэтому просто вот так вот курицу. Просто все. Не надо ее давить. Ничего не надо делать. Вот так вот выложили. И теперь еще один секрет. Мы берем сахарную пудру. И просто сахарной пудрой вот так чуть-чуть. Чтобы уравновесить вкус соли? Нет. Это для того, чтобы получилась более румяная и зажаристая корочка. И именно сахарная пудра. Сахар не годится. Сахар будет кристалл, и оно будет гореть. А сахарная пудра только от температуры нарастает, и все будет нормально. Так, теперь духовка 180 градусов. Включаем, Наринка. Я хочу сказать, что вообще-то принято. Один килограмм мяса с костью должен запекаться в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. У нас где-то больше тушка, поэтому мы будем запекать 45 минут. Мы сейчас в духовку отправляем тушку, которую мариновала Надюша, и тушку, которую мариновала я. Прошу, Надюшин. Первый пошел. И второй пошел. Закрываем. 180 градусов 45 минут. Достаем, чтобы сравнить. Не хочешь меня расстраивать, да? Пообещай, что не расстроишься. Я буду плакать, я обещаю. Достаем курочку, которая у нас. Сразу красавицу. Какая же она румяная, какая же она аппетитная. Какая же она... Какая она блестящая. Вот, Надюшенька. Ну, ты все, что требовалась доказать. Две абсолютно одинаковых курочки, да? Ну, чуть-чуть... В разных местах они загорали, правда? Теперь наша задача посмотреть, что же все-таки внутри, что было сочное, вкусное и сырого не было внутри мяса. Так, Надюшенька, смотри. Так. Вы что-нибудь видите? Скажите, пожалуйста. Полностью приготовилась. А какая сочная, сколько сока. И везде одинаковый цвет мяса. И разрезаем вторую курочку. Точно такую, но без моих секретов. Сколько здесь жидкости. То есть все соки с курицы у нас оказались на дне. О, никуда это не годится. Разве это приготовилось? Посмотри. Одно и то же время в духовке провели при одинаковой температуре. Равные условия, результат. Но теперь мы должны провести еще один эксперимент. Сочность мяса мы определим с помощью бумажной салфетки, Надюшенька. Так. И сейчас я отрежу вот кусочек с этой курочки. Самая сухая часть курочки. Какая же у нее курочка аппетитно зажарить осталась. И от этой курочки точно с этой же части кусочек грудочки сюда. Теперь просто чистенькую ложечку прижимаю и прижимаю. И смотрим, что же покажет наш эксперимент. Убираем этот кусочек. Слегка влажная. И теперь убираем кусочек с красивой зажаренной. Больше влаги. То есть это сочнее. Эта курица намного сочнее. Эта курица намного вкуснее, чем эта. Не хочу тебя обидеть. Конечно, я не в обиде, потому что мы узнали все секреты, которые помогут приготовить идеальную курицу в духовке. Нам осталось только попробовать. Ты сервируй стол, а я напомню, как мы ее готовили. Возьмите курицу, растительное масло, сок лимона, соль, перец, базилик, розмарин, тимьян. Тушку курицы помойте, просушите. Приготовьте маринад. Смешайте растительное масло, сок лимона, соль, перец, специи. Отделите кожицу на грудки курицы ложкой. Проколите мясо зубочисткой и залейте маринад. Курицу положите на противень с солью. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Из расчета 30 минут на 1 килограмм. А перед тем, как попробовать эту великолепную курицу, давай выпьем по чашечке кофе? Конечно, давай. Сбодримся, да? Спасибо, Надюш. Угощайся, пожалуйста. Нескафе Классик. Бодрость на весь день. Аллося, вот как тебе удается себя стимулировать, улучшать и улучшать блюда? Твой муж ест все, что ты приготовишь, и всегда хвалит. Можно, казалось бы, уже расслабиться. У меня критик очень большой, Саша, моя дочка. А, дочка. Она, ой, мам, ты знаешь, что-то было суховато. Хочется мне сказать, знаешь что, встань и сама приготовь. Я тоже люблю эту фразу, я ее сыну говорю. Я вообще боюсь у него спрашивать, как борщ или как курица. Нормально. И через одну минуту, а что ты так много куркумы положила? Просто. Да, да, да. Поэтому для меня вот эта вот, Аллочка, этот мастер-класс просто находка. Как оказалось, секреты у Аллочки очень простые, а результат восхитительный. Ну, дай-ка мне самого сухого мяска. А, филешечку, да? Угу. Я люблю, конечно, ножку и крылышко, и шкурочку зажаристую, но мне сейчас нельзя, потому что все-таки, знаешь, надо диетическое мяско кушать. Да. Поэтому приятного аппетита, Надюшенька, пробуй. Замечу, ни соуса, ни горчицы нету. Как будто копчененькая такая, да? Изумительно. А как на соль? Нежная. Знаешь, вот бывают ощущения, как будто бы не солили и не надо. Вот настолько нежно маринад пропитал мясо. А скажи мне, пожалуйста, я не буду пробовать, а ты вот попробуй. Как же у тебя корочка сама, вот шкурочка-то зажаренная, а? Корочка, хрустящая такая, пропитанная маринадом. Но она не очень сладкая, правда? Нет. Я в очередной раз убедилась, что с твоими секретами даже самая обычная курица будет просто великолепной и готовить легко. Ура! Спасибо вам! Ура! Привет, друзья! Понравилось это видео? Тогда комментируйте. Делитесь с ним со всеми своими знакомыми и подписывайтесь на наш канал. Вы будете в курсе самого нового и, самое главное, самого интересного.